С каждым годом имя Ишана Мухаммада Закира Камалова Чистови привлекает все большее внимание, как отечественных, так и зарубежных ученых. Особый интерес у них вызывают его работы – духовные, просветительские, педагогические и научные деятельности. Чтения, названные его именем, которые прошли в Чистополе в четвертый раз – прямое этому доказательство. В этом году они посвящены теме традиций суфизма в татарском народе на примере наследия Камалова. Ведь Ишан Мухаммад Закир придерживался одного из исконно древнего исламского течения – суфизма. Основой которого является любовь и служение людям. Я понимаю, что суфизм – это воспитание души человека. А без души, скажем, тело только ничего не может сделать без души. Так же, как и душа без тела. Но душевное воспитание, душу воспитывать намного сложнее. Поэтому есть особенный путь воспитания души. Этим занимались раньше очень образованные, очень много знающие Ишаны, которые передавали свои знания от шахирдов своим шахирдам. По словам организатора чтений Талгата Ахмедянова, главная цель таких мероприятий – глубже изучить деятельность Ишана Камалова и передать его народу. В этом году удалось найти несколько семейных фотографий у Мухаммада Закиры Чистави. Их показали участникам чтения. Присутствовали на котором и потомки самого шейха Камалова. Еще одной особенностью нынешних чтений стала презентация книги этого татарского богослова «Тапсират Аль-Муршидин. Учение наставников. Переизданное Духовным управлением мусульман Республики Тарстан». «Хотелось отдельное спасибо выразить муфтию Дагестана. Осмат-хажер Благо, так как он предоставил эту рукопись. Мы долго искали. Несколько раз ездил в Дагестан, спрашивал, где там Сын-Муршидин. То есть нашу старую мусульман не получилось найти, то, что печаталось в 1990 году в Казани. Наверняка она есть где-то у нас. То есть мы еще это поищем, найдем, иншаллах. Но муфтий в Дагестан, у него была одна, один экземпляр лежал у него дома. Он его подарил. Нам все-таки придется эту книгу тоже, наверное, какое-то количество пошлем. Надеюсь, что вы ее передадите. Передадите от нашего уважения и огромной благодарности». Дагестан на чтениях представлял Магомед Магомедов, помощник главы Республики. В своем выступлении он подчеркнул значимость и важность проведения таких чтений. Ведь это своего рода возрождение богатой истории, отметил он. Деятельности Мухаммад Закира Камалова большое внимание уделяется и в их регионе. В Дагестане составлена сельселя – цепочка преемственности, где указаны Мухаммад Закир Чистави и его ученики, среди которых много известных религиозных деятелей. «Чейх Мухаммад Закир Чистави был выдающимся религиозным деятелем, ученым, наставником и суфием, высокообразованным человеком, деятельность которого затрагивала разные сферы. Он занимался преподавательской деятельностью, строил медресей, был успешным предпринимателем. Его жизнь – пример того, что верующий человек может быть интригированным и востребованным одновременно в самых разных сферах, различных сферах». После приветствия и вручения благодарственных писем от Духовного управления мусульман Республики Татарстан участники чтения приступили к пленарной части, где были заслушаны доклады на различные темы. По традиции завершилась встреча посещением мусульманского кладбища, где покоится Ишан Мухаммад Закир Камалов.